Когда мы говорим о том, что советская система была неповоротлива, она была как по ретроградной очень, она была вся какая-то тяжелая, на самом деле у нее очень многое можно взять, и в первую очередь в медиа, в работе в медиа системы, в медиа всяких ресурсов и так далее. Простой пример, если ты хочешь, чтобы твой человек труда чувствовал себя значимым, сделай какой-то шаг навстречу к нему. Вот берем «Голубой огонек» какой-нибудь там 40 лет назад, и мы видим, что выходит Кобзон и поет песню для человека, который только что собрал рекордный урожай. Есть определенная уважуха в этом. Медиа система работает для тех, кто собирает хлеб. Потому что понятно, что без песен Кобзона можно прожить, а без хлеба, который убрал этот хлебороб, нельзя. Поэтому вот эта вот градация всегда существовала. Песни все-таки, когда мы понимаем, все должны понять, что если не будет еды, то и песни будут не нужны. Поэтому здесь мы должны точно совершенно понимать, кто у нас главный. И медиа система должна это подчеркивать всячески. Ребята, мы для вас работаем. Сейчас на «Голубом огоньке» Киркоров поет для Баскова. А Басков поет для Киркорова. Человек труда убран напрочь вообще из медиа системы. Он никому нафиг не нужен. Это какое-то отдельное совершенно существующее племя, стадо, быдло, как угодно их называют. Замкадыши, которые что-то там занимаются какой-то ерундой, росят хлеб, строят мосты, дороги для медиа системы. В понимании медиа системы так выглядит. Поэтому есть система должна, конечно, развернуться вся к этим простым людям. Ребят, давайте сделаем их героям. И когда вот меня, допустим, пригласили сниматься в сериал, сериал, где говорят, ты будешь играть ту же самую роль, которую играл Фрэнк Синатра в американской версии. Ну, престижно, вроде здорово. Я прихожу, 297 серий они снимают о взаимоотношениях какой-то гламурной штучки здесь московской, которая со своим домработником строит отношения. Ребят, если вы хотите, чтобы ваш сериал не вызывал никакого раздражения, а почему вы не расскажете о том, что она что-то еще и делает руками, что она работает, что она относится к труду как-то, а не просто так. Она имеет домработника, потому что живет в Москве. Когда мне показывают сериал «Дом-2», я понимаю, что этот сериал вытаскивает из периферии кучу народа. Молодые девчонки, которые, допустим, она работала в какой-нибудь верхних бузулях каких-нибудь, она там работала дояркой, и вдруг она думает, что я здесь сижу? Там какие-то дуры в полном шоколаде, а медиа-система нам рассказывает об их взаимоотношениях, об их прыщиках, о том, куда они волосики сняли или не сняли. То есть медиа-система живет внутри себя, работает на себя и занимается только собственными проблемами. Ей совершенно наплевать на эту доярку, и она думает, а что я здесь за три копейки сижу, я туда приеду, я же красивая, я же эффектнее, чем эти дуры, которые там сидят. Я сразу заработаю кучу денег, и меня будут показывать, обо мне будут говорить, и я стану медиа-персоной, и меня подарят там то, это и подарили то, это и подарили то, это получило то непонятно за что. И получается, что мы сами этой медиа-системой полностью опускаем человека труда ниже плинтуса. Это неправильно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!